Институт водных и экологических проблем Различных сибирских и не только сибирских вузов Академическая наука одна из сфер приложения географии Одна из сфер, где могут найти себя выпускники географы И в прошлые годы, и в настоящее время в нашей стране реализуется большое количество народно-хозяйственных проектов Где требуются географические знания Это и проблемы освоения новых территорий в Сибири Проекты по сопровождению линейных коммуникаций И проекты по обоснованию особо охраняемых природных территорий Везде, где требуются знания пространственные, везде нужны географы Лично я после окончания географического факультета в 1994 году Сразу пришел в Институт водных и экологических проблем Где прошел все ступени научной лестницы Начиная от стажера-исследователя, аспиранта, младшего научного сотрудника И до ведущего научного сотрудника Здесь защитил кандидатскую и докторскую диссертации И здесь я надеюсь проработать еще не один год Я считаю, что географическое образование дает достаточно широкий, комплексный взгляд на мир Позволяет легко молодому человеку ориентироваться в быстро меняющейся обстановке современной действительности И имеет преимущество перед другими видами образования Поступайте на географические факультеты Меня зовут Галахов Владимир Прокопьевич Я закончил кафедру гидрологии суши Томского государственного университета в 1971 году В Академию наук я пришел в 1990 году И связано это с тем, что мне предложили эту работу, скажем так, по, во-первых, по гидрологическим каким-то проблемам И второе, поскольку я специализировался, скажем, когда был студентом по изучению ледников Водного баланса ледников, режима ледников, отступания ледников, немножко по географии Вот мне предложили в том числе заниматься этим Поэтому я счел нужным, что вот это будет достаточно интересно для меня И с научной точки зрения, и с точки зрения роста профессионального Вот, и поэтому я перевелся из, с кафедры, вернее, гидрологии суши Томского госуниверситета Сюда, в лабораторию водных и экологических проблем, вот, института академического В общем-то, я об этом нисколько не жалею, поскольку объект моих исследований Это ледники Горного Алтая и реки Горного Алтая Они, естественно, находятся ко мне гораздо ближе в Барнаволе, чем из Томска Географическое образование, в общем-то, оно достаточно широкое Например, нам на кафедре в течение 8 семестров читали практически чисто математические дисциплины Поскольку нас все-таки по образованию, я инженер-гидролог, поэтому, в общем-то, скажем так Вот, какие-то технические дисциплины, да, мы изучали, и в том числе математические дисциплины изучали Но географическое образование еще дает возможность, скажем так, путешествовать То есть заниматься какими-то природными объектами, что, в принципе, ну, вот как-то меня подвигло получить именно географическое образование Там, скажем, не какое-то техническое, не какое-то там сельскохозяйственное, хотя мне предлагали вот и туда, и сюда Но я выбрал все-таки кафедр гидрологии и суши Я в 1995 году закончила географический факультет Алтайского государственного университета В этом же году пришла работать в Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Поступила сначала в стажерство, была стажером-исследователем Затем, два года спустя, стала аспирантом В 2001 году закончила аспирантуру и дальше уже работала Младшим научным сотрудником, научным сотрудником После защиты кандидатской диссертации, старшим научным сотрудником В настоящий момент являюсь заведующей лабораторией водных ресурсов и водопользования Института Работаю также ученым-секретарем диссертационного совета Сфера моих научных интересов — это экономическая и социальная география, геокология Экономика природопользования, водные ресурсы, конечно же И все, что с этим связано Что мне дало географическое образование? Знаете, наверное, профориентационно оно меня во многом сориентировало на то знание, которое мне сегодня интересно В которое я пытаюсь расти квалификационно Это всегда интересная работа, потому что есть путешествия, есть новые знакомства, новые события в жизни И я вам желаю тоже, чтобы ваша жизнь была такой же насыщенной и интересной в событиях Меня зовут Стоящая Наталья Викторовна Я закончила Алтайский государственный университет в 1993 году После этого я работала в институте лорного правопользования Виктора Семеновича Ревякина Год отработала в школе Потом, наконец-то, судьба меня привела в академический институт В 1997 году я работаю в ИВЭП «Суран» В этом году уже будет 20 лет Закончила аспирантуру в 2005 году Сощитила кандидатскую по теме «Экологический каркас территории и оптимизация предопользования на юге Западной Сибири» В настоящее время занимаюсь вопросами в широком смысле охраны природы, рационального предопользования Организация и оптимизация системы особо охраняемых природных территорий Помимо института водных и экологических проблем Я преподаю в классическом университете свой альбоматор Почему я стала географом? Все мы, наверное, шли за романтикой Туризм Это специально сдаёт колоссальные возможности путешествовать Всё лето в экспедициях с рюкзаком за плечами, в палатке Конечно, я не променяю свою работу никакую другую Это счастье, когда на работу бежишь Как домой, как говорится Я Орлова Инна Владимировна Окончила географический факультет Алтайского государственного университета в 1994 году После этого поступила в аспирантуру Института водных и экологических проблем Защитила кандидатскую диссертацию В настоящее время занимаюсь ландшафтным планированием миллиардеративной географии в институте Географическое образование мне очень помогло в моей профессиональной деятельности Здравствуйте, меня зовут Вадим Валерьевич Фамилия Скрипко Я закончил Алтайский государственный университет Географический факультет Кафедру природопользования и геоэкологии В 2001 году Моя квалификация – эколог-предопользователь Но по базовому образованию я все равно остаюсь географом После окончания вуза я фактически все 16 лет Истекшие с того момента работаю в профессиональной сфере И занимаюсь решением самых разнообразных задач в сфере географии и природопользования В сферу моих интересов, в сферу моей практической деятельности Входит информационный анализ различных природных процессов И природно-хозяйственных процессов и явлений Исследования о состоянии природно-хозяйственных систем И полевые исследования – это вообще отдельная тема для работы географа В профессиональной сфере Это особая романтика Это всегда познание чего-то нового Постановка новых, сложных, интересных задач Которые приходится, чтобы решить, придумывать новые способы Я, лупинец Лилия Федоровна, закончила географический факультет Алтайского государственного университета 13 лет назад Далее поступила в аспирантуру в Институт водных и экологических проблем В 2010 году защитила диссертацию Тема диссертации была связана с особенностями этнического природопользования в нашем регионе Сейчас я в Академическом институте занимаюсь проблемами ландшафтно-экологических исследований Ландшафтно-гидрологических исследований С вопросами регионального природопользования Со школьной скамьи у меня не стоял выбор, куда поступать С детства я мечтала быть географом Любила очень школьные походы Поэтому тогда в детстве еще возникло желание более профессионально изучать особенности природы, особенности территорий Сейчас очень много возможностей в плане реализации своих идей в научном отношении Добрый день, меня зовут Малыгина Наталья Я являюсь выпускницей Алтайского государственного университета географического факультета Который закончила в 2005 году И мне посчастливилось по окончанию этого факультета Уже сразу попасть в стены нашего академического института Институт водных и экологических проблем, в который я пошла в аспирантуру Тема диссертации моей и в принципе моих исследований была уже определена заранее Так как на последних курсах я занималась уже довольно узкой тематикой Это оценкой изменения климатических и экологических условий Палеоклиматических и палеоэкологических условий регион По данным ледниковых кернов По окончанию аспирантуры я защитила диссертацию То, чем я занимаюсь, меня всегда, конечно, привлекало Потому что сфера нашей деятельности очень разносторонняя Это экспедиционные полевые исследования Это непосредственно лабораторные исследования Аналитические работы, которые мы выполняем в рамках наших проектов И это, конечно же, самый привлекательный, наверное, момент для будущих исследователей Это возможность путешествовать То есть мы ездим не только в поля, мы ездим на конференции Мы общаемся с коллегами, мы получаем много знаний И это как не только на территории России От Владивостока до западных окраин Так и, естественно, за рубежей Поэтому я никогда ни секунды, ни минуты не жалела о том, что я пришла в академическую науку О том, что я занимаюсь географией Так как здесь можно заниматься тем, чем тебе нравится И получать от этого огромное удовольствие Меня зовут Шарабарина Софья Николаевна Я закончила в 2005 году географический факультет Алтайского государственного университета И поступила в аспирантуру в Институт водных и экологических проблем Сибирское отделение Российской академии наук Работаю в лаборатории ландшафтно-водно-экологических исследований и природопользования Научным сотрудником После окончания аспирантуры, вернее, в течение трех лет я защитила кандидатскую диссертацию Сейчас работаю научным сотрудником Занимаюсь проблемами регионального землепользования Проблемами аграрной сферы Алтайского края и регионов Юго-Западной Сибири Для меня работа в институте — это, прежде всего, возможность посещать различные научные мероприятия Конференции в других регионах, городах России Интересные различные путешествия, в том числе и зарубежные Например, я была на стажировке в Китае, в городе Урумчи Тоже мне очень понравилось Поэтому советую всем поступать на географический факультет Заниматься географией, много путешествовать Знакомиться с интересными людьми Меня зовут Дмитрий Пешин Я закончил географический факультет Алтайского университета сравнительно недавно В 2013 году И после окончания пришел работать в аспирантуру, в институт водных экологических проблем Ну, наверное, работа в академическом институте для географа — это самое интересное Потому что, по сути дела, это чистая наука Возможность полевых работ, полевых исследований Большой опыт жизни, даже если, так скажем, в дальнейшем в науке не оставаться Ну и связь с интересными людьми Возможность взять для себя что-то сверх того, чего дают в базовом образовании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok